Уважаемые дамы и господа, всем мое почтение и доброго вечера. Рад вас всех приветствовать на мастер-классе, который посвящен нашему любимому 3ds Max и будет рассказывать о том, как в Max используя штатные средства, строить 3d модели, делать их похожими на некие прототипы из реального мира, ну и конечно как их потом красиво визуализировать. Меня зовут Дмитрий Эпов, я старший продаватель компании, специалист. Ну и параллельно будет чуть-чуть вашего позволения рекламы нашей замечательной компании. Не сочтите заделиться. Итак, перед вами сейчас презентация, очень скоро она сменится экраном 3ds Max, обещаю много времени разглядывать всякие буквки, в ней мы с вами не станем. Здесь коротко обо мне, не буду вдаваться глубоко и рекламировать себя, могу только сказать, что я очень работаю в компании специалист и больше часа времени занимаюсь именно развитием направления 3ds Max. Также я сам делаю проекты, много проектов, некоторые из них лежат на моем сайте в качестве моего портфолио, их все можно посмотреть, знакомиться с моей работой. В компании же, в которой я работаю, учебный центр специалист, крупнейшая компания в России, которая занимается преподаванием. Притом не только онлайн, но и оффлайн, у нас большие классы с хорошей техникой, комфортно, куда вы можете приходить и учиться, так сказать, в классическом формате. Есть и куча других вариантов образовательной деятельности, которые наша компания проводит, о ней я тоже чуть попозже расскажу. Ну и да, конечно, наша компания предоставляет гарантии того, что вы получите хорошие, адекватные, современные знания и при этом останетесь довольны. Я сейчас с вашего позволения не буду зачитывать весь этот текст, ввиду того, что я уверен, вы сюда пришли немножечко для другого. Хотя, конечно, рекламная составляющая здесь тоже весьма полезна. Ну а для чего же мы с вами здесь собрались? Если не для рекламы компании специалист.ру и наших курсов. Мы собрались, ну или собрались, для того, чтобы поговорить о том, как в 3ds Max строить модели. Ну и говоря вообще о том, что такое 3D-модели, зачем их нужно строить, конечно, основой всей 3D-графики являются непосредственно 3D-модельки, который представляет из себя набор полигонов, вершин, плоскостей, которые так вот волшебно сориентированы в пространстве, что они, скажем, складываются в автомобильчик. Чем же хорош 3ds Max? Почему он является отличным средством для 3D-моделирования? В Max есть набор очень разных инструментов. Это полимоделинг, это моделирование с помощью сплайнов, это, ну пускай не самое современное, тем не менее, моделирование с помощью патчей и моделирование с помощью нюрп-сплайновостей. Все это можно использовать совместно в пределах одной системы, и это очень-очень развязывает руки. Ну, конечно, да, по современным меркам в Max слабенький скульптинг, потому что сейчас есть еще и такое направление 3D-моделирования, но тут уж вот да, чего нет, того нет. Скульптингу в Max не свезло. Ну, может быть, еще компания-разработчик возьмется за ум и допилит его. Тем не менее, не считая скульптинга, который скорее нужен для создания персонажей современных, все остальное в Max работает, ну или отлично, или как минимум хорошо. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, как построить 3D-модель, а потом поговорим о том, как ее визуализировать. У нас такое двойное сегодня мероприятие и построение, и визуализация. Прямо вот с нуля, без роялей в кустах. Ну, модель, конечно, будет несложная, но я надеюсь, друзья мои, вам понравится. Потому что я долго подбирал, чем бы таким вас порадовать. Что у меня есть? У меня есть вот такая папочка замечательная. Кстати говоря, я вам в конце нашего занятия ее пришлю, чтобы вы могли самостоятельно попробовать повторить то, что я сейчас вам буду показывать. Я скачал из интернета вот такую чудесную картинку с уличным фонарем. Ну, его можно и в интерьере использовать, и на улице. И немножко улучшил ее. То есть я чуть-чуть увеличил размер, подтянул резкость, потому что, конечно, нам нужен некий референс, то есть образец, по которому будем строить модель. И да, вот это он сейчас перед вами. Что мы делаем дальше? Мы берем 3ds Max, разумеется. И в Max для начала проверяем единицы измерения. Очень важно перед началом построения проверить Unit Setup, то есть какие единицы измерения мы используем. Притом на экране они остаются generic, то есть неподписанные. А вот на самом деле системные единицы, ну, здесь, конечно, разумно миллиметр. Поставить все-таки модель-то маленькая. А дальше мы рисуем самый обычный plane, то есть плоскость. При этом очень желательно сделать его квадратным, ну, и плюс-минус, плюс-минус по размеру фонаря. Ну, я сделаю, допустим, 180 на 180 миллиметров. Теперь нам потребуется проводник. Мы можем взять проводник, найти эту папочку и просто перенести картинку на plane в рабочий вид. Это, кстати говоря, не всегда будет у вас работать. Есть ситуация, когда в Windows запрещен такой перенос из соображения безопасности. И тогда Макс откажется принимать картинку. Но, тем не менее, у меня, как видите, все получилось. Да, я просто перенес мышкой вот так картинку на plane и все. И она налепилась туда. Более правильно, конечно, было сделать материал, в него вставить карту цвета, назначить материал на объект. Это более разумный подход, но сейчас я использовал более быстро. И вот теперь у нас картинка на плоскости. Строить я фонарик буду в окне вида спереди. Поэтому здесь я вместо вайрфрейм режима включу режим отображения в цвете. Ну и, пожалуй, выключу сетку. Я сейчас все это делаю так медленно, нажимая именно кнопочки на экране, чтобы вы могли повторить за мной, если захотите потом. Ну а так, конечно, все это делается с клавиатурой очень быстро. Так вот, у нас в распоряжении есть несколько разных способов построения моделей. Какой же из них лучше всего подходит для такого изделия? Я, кстати, команды выделить и двигать немножко отодвину чертеж в глубину вида, освободив место на нулевой оси. Существует очень удобный механизм, который позволяет строить любые архитектурные детали, фрагменты зданий, интерьера. Называется он сплайна. Кстати говоря, его изучать довольно сложно, но, тем не менее, именно он является основой первой части курса 3ds Max у нас в компании специалисты. Именно на сплайнах там сделан серьезный упор. Что такое сплайна? Это кривые, которые ты можешь чертить и потом всячески их в дальнейшем использовать. Ну и вот я хочу для начала начертить кривую, идущую по форме подвески, на которой держится этот фонарик. Я использую команду, которая называется line, линия, и по точкам вычерчиваю вот такую кривую. Совершенно несложную и очень простую. Я щелкну правой клавишей мышки, чтобы прекратить черчение. Теперь нажимаем модификацию, и в панели модификации мы с вами можем активировать работу с вершинами и взять любую точку, подвинуть ее. Но меня интересует сейчас не столько подвинуть, сколько закруглить. Я возьму часть точек далеко не всем, а только те, где, как мне кажется, нужны плавные изгибы. И для них я нажму правой кнопкой и выберу режим сглаживания, который называется безе. И прикажу сделать так называемый Reset Tangents, сброс тяжести направлений. Ну вот что-то в этом роде меня вполне устраивает. Теперь перейду в режим сплайнов, то есть работа с фигурой целиком, найду команду, которая называется отзеркаливание, и нажму это. И вот я получил вторую такую детальку. Давайте совместим их хотя бы приблизительно. Теперь выделим две точки, которые оказались наверху. Найдем команду, которая называется состыковать, сшить, вообще-то сварить, если так дословно. И чуть увеличить чувствительность, нажмем ее. Теперь здесь у нас одна точка. Притом можно включить и тоже безе режим, тоже выровнять вес. И вот получилось красиво. Нам нужна снизу такая же деталька. Опять ищем команду зеркала. Но только говорим по вертикали, пожалуйста, копием. Получаем вертикальную копию. Сюда, пожалуйста. И вооружившись командой опять вершины соединения, connect, мы соединяем точки. И вот деталь готова. Да, она немножко в перспективу уходит на картинку, у нас на плоской, но можно сказать, что плюс-минус соответствует. Теперь у нее довольно хитрые фасочки с одной, а возможно и с двух сторон. Как нам получить эту деталь в объеме? Вот для того, чтобы выстраивать объемные детали, к сплайнам применяется множество модификаторов. Это тоже все изучается в первой части курса. И один из весьма современных модификаторов называется Bevel Profile. Это означает обеспечить толщину с некой фасочкой, с неким профилем. Я сначала указываю толщину непосредственно самой детали, то есть вот этой части, которая плоская. А потом толщину фаски. То есть вот этой выступающей части, допустим, сделаю еще один миллиметр. Может быть даже два. Ну, наверное, два много. Один хватит. Но тут видно, что профиль явно более сложный. У нас же более простой. Можно использовать готовые профили. Как видите, существуют разные варианты, как эти профили могут выглядеть. Я втихаря включил Aged Faces режим, нажав F4, чтобы видеть ребра. Если меня устраивает один из готовых профилей, он, допустим, Ogi, двойной классический изгиб, я могу так и оставить. Как вариант, могу включить Custom режим, и появится вот такой редактор, который позволит мне добавлять новые точки и управлять кривизной в имеющихся точках. То есть я могу вот так вот сделать какой-то свой профиль. Как видите, система реагирует на все мои манипуляции. Вот я сделал такой профилечек, но меня он вполне устраивает. Для более запущенных случаев, допустим, когда ты плинтуса делаешь, тут подход немножечко иной, но здесь я воспользовался вот таким вариантом, он мне кажется вполне комфортным. Да, получил вполне совпадающую деталь. Теперь, как ни странно, я бы хотел ее спрятать, чтобы она мне не мешала. Щелкаем правой кнопкой, выбираем High, спрячь. Все, она исчезла. Потом пригодится. Вот эта деталька. Здесь явно нужен эллипс. Я рисую эллипс подходящего размера. Я думаю, так в самый раз. И для того, чтобы редактировать его, щелкаю правой кнопкой и говорю Convert to редактируемый сплайн. То есть делай редактируемый сплайн. Включу вершины, выделю вершину сверху и снизу. И взяв команду масштабирования, я смасштабирую размер так называемых манипуляторов сгиба. Очень удобный трюк, да, потому что эллипс-то мне нужен чуть-чуть не той формы. Теперь пригодится. Снова давайте применим модификатор Bevel Profile. Только теперь у меня... О, извините, я промазаю. Хотел Bevel Profile, применил Bevel. Ну что ж, бывает. Вот где Bevel Profile. Маленькую толщину сделаю и маленькую фасочку. И здесь фасочку я сделаю Conkey, то есть обычное закругление. Вроде похоже. Плюс мы видим, что немножко ступенчатость какая-то присутствует в детали. Это из-за низкой, так называемой, интерполяции фигура. То есть, когда фигура сглаживается, есть некое количество ребер, которые задается ей. И если это количество ребер слишком малое, то получается ступенчатость. Можно включить адаптивную интерполяцию. Означает, что система будет добавлять так много ребер, как со что-то нужным. Ну, видно, да, намного лучше становится. Окей. Две детальки готовы. Но это были две простые детальки. Пожалуй, я ее тоже спрячу. Теперь деталька посложнее. Это вот эта вертикальная ось. Прежде чем ее рисовать, я посмотрю, друзья, на чат. Возможно, там есть какие-то проблемы у нас. Давайте я полистаю чатик. Нет ли там чего-то плохого, типа звук отвалился, картинки не видно и так далее. Вижу, вроде все хорошо. Друзья мои, нарисуйте плюсик для моего успокоения. Вам все видно, слышно? Ну, все, слава богу. А то мало ли что. Я выступаю сейчас из дома. У меня здесь один монитор. Я не могу на второй монитор кинуть картинку из чата, чтобы в реальном времени мониторить ее. Поэтому, что звоните, пришлось так переключиться. Ну, поехали дальше. Так вот, центральная ось. Здесь тоже все несложно. И опять нам помогут сплайны. Я начну чертить вот такую линию, состоящую из довольно большого количества точек. Как видите, в процессе черчения я могу перемещать изображение. Учтите, слишком большое количество точек тоже на пользу не пойдет. То есть точек нужно ровно столько, сколько требуется для передачи формы. Если вы поставите хотя бы одну-две лишних, но это закончится ровно тем, что у вас будет чуть-чуть более сложным процесс сглаживания. Так. А я полез дальше, чем надо. А ну-ка назад. Я нажимаю бэкспейс на клавиатуре. Вот это уже было лишним. Здесь он, собственно, и заканчивается. Но я немножко схитрю, я начерчу ее сразу вниз, вот сюда. И продолжу чертить внизу. Я середину потом удалить собираюсь. Так. Так. И так. И здесь я замкну линию от начала в конец. Отвечу да. Замечательно. Теперь, вот эти вот две точки, верхнюю и нижнюю, я выделю одновременно. И мне нужно их установить ровно на одну линию. И есть такой довольно простой прием, взять команду масштаб, включить масштабирование от общего центра. И они будут уметь теперь или разъезжаться еще сильнее, или съезжаться ближе к основной осевой линии. После нескольких недель работы в блендере совершенно по-другому начинаешь мыслить. Каждый раз заставляешь себя, как в 3D Max это принято делаться. Очень сейчас прям подмывал нажать на клавиатуре SX0. Это в блендере означает, масштабируй по оси X до нуля. Но здесь так нельзя. Здесь приходится от руки все сделать аккуратненько на глазочек. Но тем не менее, все отлично работает. Дальше. Я нажимаю команду Refine. И добавляю еще несколько точек. Одну сюда. И одну, пожалуй, куда-то сюда. Ну а теперь я выделю сегменты и удалю их. Они мне не нужны. Зато мне нужно 2 новых линии. Берем вершины, команда соединить, connect. Да, для создания таких деталей очень полезно уметь пользоваться сплайнами. То есть сплайны это главный такой строительный механизм. Он позволяет очень быстро чертить красивые вещи. Вот, собственно, и готово. Ну, надо только сгладить теперь все это. Я выделяю все точки, кроме тех, которые должны оставаться острыми. То есть есть некие точки, которые, условно говоря, сглаживаться вообще не должны. Ну, остальные, пожалуй, правой кнопкой без Е, правой кнопкой Reset Tangents. Теперь осталось только проследить за тем, чтобы не оставалось каких-то некрасивых изгибов. Команда Reset Tangents, конечно, пытается все это выровнять симпатично, но не везде это у нее получается. Где-то, возможно, придется переключиться на безе-корнер для того, чтобы сделать вот такие красивые изломы. Надо сказать, кропотливая работа, но не могу пожаловаться на нее с той точки зрения, что это, пожалуй, единственный нормальный способ для передачи изящных таких форм в точности, как они задуманы в оригинале. Ну, вот, вверх сделали. Снизу давайте то же самое. Вот эту точку явно сглаживать не нужно. Эту, пожалуй, тоже. А остальные пускай сглаживаются. Вот эту точку не стоит. Правой кнопкой без Е, правой кнопкой Reset Tangents. Ну, да, вот здесь вот перестаралась чуть-чуть система, все в целом хорошо. Теперь я применяю модификатор под названием Lace. Lace означает поворот вокруг оси. Нажимаю кнопочку Min, означает выровнять по левому краю. Ну, и вот, собственно, у нас получилась деталь. И верхняя, и нижняя одновременно. Вполне себе оригинальная, как и должна быть. Ну, может быть, верх чуть-чуть толще, чем нужно, получился, да? Ну, ладно. Можно разделить их было на две части и поконтролировать адип отдельности. Если прямо руки чешутся их разделить, можно взять сплайны, взять верхний сплайн и нажать команду Detouch. Это означает отсоединив в качестве отдельного объекта. Ой, я нажал Delete. Бывай. Detouch. Окей. Вот теперь у меня нижняя деталька будет отдельной. Я возьму теперь только верхнюю детальку. Она больше с нижней никак не связана. Здесь я переставлю немножечко ось. Вот так. Чтобы она была более аутентичной. Ну, и все хорошо. Применяем снова модификатор Lace, потому что я же отсоединил ее от нижней детали. И у меня она стала независимой. Теперь модификатор применять придется заново. Ну, вот. Более масштабно получилось. Хорошо. Ну, самое сложное осталось. Давайте я выделю эти две детальки, спрячу их. Это центральная часть. Тут опять нам помогут сплайны. И начну я чертить примерно отсюда. Хотя тут, да, все будет немножко сложнее. Снова я выстраиваю линию. Опять тут торжество этих самых сплайнов. Вынужден признать, далеко не всегда сплайны будут эффективны. То есть есть куча ситуаций, когда вместо них лучше использовать полигональное моделирование, нюрпс-моделирование. Но это самый универсальный строительный механизм, такой рисовательный механизм, я бы сказал, для подобных форм. Ну, а также для зданий, там, помещений. Очень удобно им устроить все. Все. И здесь я могу замкнуть через центр вот эту линию. Ответить да. И опять подровнять две точки. Возьму обе точки. Подровняю их масштабированием, как я уже делал раньше. Ну, вроде все стоит на оси, все красиво. Годится. Включаем точки, сглаживаем некоторые точки. Вот эти, например, две. Без Е, Резет Тангенс. Должно быть гладенько. А здесь вроде все хорошо и так. Тем не менее, где-то включилось случайно без Е, здесь его не должно быть. А вот здесь возможно, что и должно. Но. Где-то нам нужны аккуратные фасочки, филеночки. И тут в ход вступает команда Fillet. Fillet делает микрофаску. Здесь без Е однозначно нужно. Я не заметил этого момента. Все. Резет Тангенс, без Е. Да, все замечательно. Так что там насчет микрофасок? Команда Fillet делает следующее. Если вы хватаетесь ей за точку, точка закругляется в аккуратный угол. Вот такой. Это очень полезно в тех местах, где вы хотите, чтобы зритель видел все-таки не 90 градусов, а какое-то технологическое красивое закругление типа фасочки. Вот я подфилетил все те места, которые, мне кажется, должны обязательно иметь закругление. Красота. Удалю я, пожалуй, центральную ось. Она мне здесь не нужна. Мне нужна деталь пустотелы. Это будет. И опять я применяю модификатор Lace. Тот самый, которым я делал шпиль. Но только здесь Lace будет с особенностями, так сказать. Я нажимаю Min. То есть выровнять по левому краю. Вот явно совершенно он вывернул фонарь наизнанку. То есть я вижу его обратную сторону. Галка Flip Normal сможет изменить эту ситуацию. Теперь я поставлю только четыре сегмента. То есть фонарь будет иметь всего четыре стороны. И уберу галку сглаживать. Вот я получил тело фонаря. Было бы еще очень хорошо поставить ему Pivot Point, то есть точку опоры на центр. Это все как раз изучается в первой части курса. То есть вот эта вся ерунда. Там опорные точки, я хочу перемещать, двигать, масштабировать, крутить. Это основа Макса. Без нее, конечно, никуда не денешься. Но учить ее, слава тебе, Господи, несложно. Взял я команду поворот. Взял я привязку угла поворота. И повернул его четко на 45 градусов. Вот вообще красота. Но красота не красота, но на самом деле не совсем пока еще как надо. Потому что, естественно, нам нужны здесь окошечки. Нам нужны стекла в этих окошечках. То есть там-то, так сказать, история еще прилично. И вот тот самый случай, когда сплайны дальше уже помочь не могут. Нам нужно превращать объект из сплайнов в полигональную модель. Я жму правой кнопкой, конверту, эдитабл поле. С этого момента я работаю с моделью как с объемной фигурой. Например, вот здесь, скорее всего, точки у нас не соединены. Их придется выделить и нажать команду коллапс, чтобы они склеились. То же самое снизу. Это можно было предотвратить, но я сделал это на данном этапе. Теперь я выделю вот эти четыре полигона. Меня очень интересует команда, которая называется инсет. Притом применять я буду ее к каждому полигону отдельно. By Polygon. Инсет создает отступ внутрь, от края полигона. Ну да, то, что нужно, замечательно. Окей. Теперь сделаем углубление внутрь. Это делает команда Extrude. И тоже она может работать по полигонам индивидуально, локально, в центр модели. Ну, в общем, есть разные варианты. Сейчас не столь важно. И вот у нас получилось практически то, что нужно. Единственное, что вот из этих плоскостей нужно сделать стекла. Как из них сделать стекла? Я их просто отсоединю. То есть использую команду Detach. Могу переименовать их красиво глаз, например, назвать. Но я в самом начале не стал заморачиваться с именами. Тем не менее, у меня есть стекла отдельно. Фонарь отдельно. Вот. Не хватает только красивых вот этих раскладочек в стеклах. Да и сами стекла не имеют толщины. Но давайте обо всем по порядку. Что там с раскладками? Я возьму стекла и спрячу их. А стеклах позже. Видно, что раскладочка должна иметь форму ромба. Ну что ж, давайте нарисуем. Только вместо ромба я нарисую опять эллипс. Примерно нужного размера. С вашего позволения, я сейчас не буду особо заморачиваться с точностью соответствия форм. Ну, вот какой-то такой в самый раз будет. И у этого эллипса я сделаю конверт в эдитабл сплайн. Выделю все его точки. И оказывается, что это, в общем-то, и есть ромб. Только нужно отключить сглаживание. Вот тебе и ромб. Если я включу сплайны, я найду команду outline, которая позволит придать ему толщину. Теперь что там с перекладниками? Сделаем еще два прямоугольника. Один вот такой. И один вот такой. Да, конечно, я мог сейчас запросто промахнуться мимо центра. Есть способы как-то центр найти идеально, но я не буду заморачиваться. Взяв ромб, я присоединю к нему эти самые перекладинки. И использовав так называемую булевскую операцию, то есть сложение, я сложу ромб с одной перекладины и с другой. И, как видите, они встроились. Сделаем экструд, то есть выдавливание. На, например, два миллиметра. Нормально вроде. Теперь надо как-то его наклонить. То есть видно, что вот он вроде встал, но не совсем правильно. Существует простой модификатор, который называется наклон. Skill. Надо только угадать, с какой силой по какой оси наклонять. Вот я вижу, ни одна ось не подходит. Тогда поставим 90 градусов направление и снова попробуем оси. О, нашел. Y. 90 градусов. Только силу отрегулировать осталось. И вот я наклонил детальку. Замечательно. Последняя заморочка. Мне нужно еще четыре таких. Ну, в смысле три. И чтобы их получить, я использую довольно сложный механизм. Он тоже изучается в первой части курса 3ds Max. Он называется круговой массив. И я переставлю опорную точку. Вообще это делается точно с помощью соответствующего инструмента. Сейчас на глаз сделаю. Вызываю команду массив. И говорю, сделай пожалуйста 360 градусов. То есть полный круг. Четыре детали. По оси z. Окей. И вот я получил по кругу четыре таких изделия. Так, что там у нас со стеклами? Правой кнопкой Unheight All. Я возьму стекла. Стекла меня смущают тем, что им нужно придать толщину. Есть простой модификатор. Он называется Shell. И добавляет толщину изделиям. Это тоже все изучается, друзья, в первой части курса. И сейчас он придал 1 мм толщины. Можно сделать побольше чуть-чуть. Но вот как-то так. Думаю, в самый раз будет. Ну и осталась ерунда. Согласовать положение всех этих деталей в пространстве. Я понимаю, что мне нужно чуть-чуть собраться с мыслями. Взять настенный крепеж, приделать на стену. Подвинуть его, может быть, чуть-чуть левее. Ну или фонарь весь правее. Какая разница с другой стороны. И не хватает одной детальки. Не хватает крепежа, идущего от настенного участка, настенного, так скажем, стенной рамки ко в самому фонарю. И опять помогут сплайны. Я рисую прямоугольник какой-то вот такой. Конвертирую правой кнопки в редактируемый сплайн. И взяв нижнюю точку, поднимаю ее повыше. У меня сразу появляется вот такая кривая приятная. Можно сделать ее еще посложнее. Можно, допустим, вершину добавить сюда, чтобы контролировать изгиб. Ну, мне нравится и так. Применим модификатор Bevel Profile, который мы с вами видели. Именно его, потому что я хочу сделать некую толщину и с фасками с обеих сторон. Вот я вижу фаску с одной стороны. Я включу Bevel End Cap, чтобы с другой стороны тоже была фаска. Ну и здесь я выберу из библиотеки закругленные фаски. Concave. О нет, это обратное закругление. Convex, конечно. Вот теперь другое дело. Чуть потолще. По-моему, в самый раздруге, друзья. Все выравнивые сейчас на глазок я сделал. Не могу сказать, что я очень горжусь этим, но в принципе хорошо. И вот оно готово. Не хватает только куска стены позади фонаря. Я не буду делать стену из этой штуки. Я нарисую новый plane. И вот первая часть нашего мероприятия подходит к концу. Как только я эту стену приделаю аккуратненько на место. Чуть-чуть приближу вид. Вот, собственно, и оно. Но! Это лишь грубый набросок. А как насчет красивой 3D-визуализации? Долго ли это? Долго ли превратить данный фонарь во фотореалистичное изображение? Нет, друзья, недолго. Что для этого нужно? Вернемся к нашей презентации. И вот вторая фаза. Качественная фотореалистичная визуализация. Она как раз и позволяет представить созданную модель в виде привлекательного изображения. То есть вот модель. Вот изображение уже на рендере. И в Максе есть штатная система визуализации Арнольд. Я уверен, вы слышали, друзья мои, про Верей, там, Корону. Они, конечно, крутые. Но Арнольда порой более чем достаточно. Это хорошая система, современная, с недостатками, да, но вполне себе. И чем же эта система нам поможет? Она поможет нам установить ХДР окружающую среду, установить фотометрические светильники, использовать материалы с так называемыми ПБР текстурами и просчитать красивую картинку с глобальным освещением. То есть таким светом, который может отскакивать до вертностей и красиво рассеиваться в пространстве. Как все это работает? Ну, давайте вернемся к нашему, так сказать, 3ds Max. А где он наш 3ds Max? А я его не вижу. Вот и был здесь. А теперь увидел. Ну что же. С чем мы начинаем? У нас есть такой диалог, называется Render Setup. Здесь можно настроить картинку, какую мы хотим получить. Ну, я, пожалуй, поставлю картинку 1200 на 1200 точек. То есть квадратненько такая она будет получаться. Это уже вторая часть курса, друзья мои. Вот у нас курсы по 3ds Max разбиты на несколько частей. И вот первые две части, они как раз про то, как делать и визуализировать модель. И вот я сейчас подбираю подходящий вид. Как видите, я сделал его квадратным. Это для того, чтобы у меня, ну, более красиво, что ли, вписывалась моя деталька. Вот. Да. Что-то вот такое. И если я нажму команду Render, то есть выполнить просчет картинки, то Арнольд посчитает мне, вот такое вот изображение. Сейчас здесь нет материалов и нет света. Арнольд не понимает, что я от него хочу. И он полагает, что, возможно, я вообще не соображаю ни черта в теме. И поэтому он материалы готов делать простые, а свет он добавляет абстрактный. Ну, то есть он видит, что я свет не сделал, но он на всякий случай делает абстрактный свет. Это, конечно, мне все не нравится. И давайте начнем переделывать с простого. Я открою редактор материалов. Редактор материалов – это довольно сложный механизм, но не могу сказать, что какой-то супер, прям новорочный, непонятный. Щелкаем правой кнопкой и говорим, что хотим новый материал, обычный, физический. Физический материал – это основа всего процесса. И давайте я его назначу прямо на все объекты. Вот я выделю все объекты, но кроме, пожалуй, чертежа, который я вообще спрячу лучше. Чтобы больше не сломать его исчастного. И я накинул физический материал на все объекты. И второе. Я на всякий случай замечу, друзья, чтобы назначить материал, я нажал вот эту кнопочку, когда объекты были выделены. Я это сделал очень быстро, но понимаю, что сейчас стоит вспоминуть об этом. Теперь я открою диалог «Environment», то есть окружающая среда. Чем он хорош? Он позволяет установить цвет окружающей среды, то есть цвет пространства вокруг нашего объекта. И я ставлю его для начала белым. Я прям вижу, как меняется цвет. И если я сейчас нажму «Render», я уже вижу, вот серый материал и даже симпатичная визуализация получается. Ну, плюс-минус, да? Что теперь? Теперь мне очень хочется в качестве окружающей среды поставить картинку. И для этой цели я возьму редактор материалов и попрошу его правой кнопкой создать мне map, то есть карту. Тоже general, bitmap. Из нашей рабочей папочки, с которой мы сейчас с вами работаем, я возьму вот такую картинку. Называется «Закат в Белфасте». Это HDR изображение сферического типа, то есть оно должно окружить нашу сцену со всех сторон и создать такое симпатичное вечернее настроение. Нажимаю «Окей» при ее открытии, не особо думая о том, что там я спросила. Вот такая картинка. Важное замечание. Я включаю у нее, называется, окружающая среда и говорю, что это сферическая окружающая среда. В дальнейшем мне еще придется в диалоге output настроить яркость вполне возможно. Но пока я этого не буду делать, я ее подключу в качестве среды. То есть я схватил ее за хвостик, вот за этот, и протянул на кнопочку окружающей среды. Вы все это детально изучите во второй части курса, если захотите. Это несложно, но это надо потратить сколько-то времени, чтобы все это хорошо получалось. И вот теперь, когда у меня окружающая среда поставлена, я могу вызвать рендер и посмотреть, что же там изменилось. И вот освещение стало совершенно иным. Скажу больше. Сейчас я могу сделать еще одну интересную вещь. Я могу эту картинку сделать потемнее, посветлее и даже покрутить ее вокруг фонаря. Давайте попробуем. Только сначала я задействую еще одну неожиданную штуку. Я включу рендер прямо в рабочем окне интерактивной. То есть я нажимаю стандарт и говорю, давай актив шейд включаем. Тем самым система пытается выполнять рендер прямо в рабочем окошке. Это позволит мне менять картинку окружающей среды и сразу видеть, что происходит здесь. Вот я делаю яркость ее вдвое меньше. 0,5. И система реагирует. 0,4. 0,3. Я также могу ее покрутить. Есть такое понятие UFSET. Оно позволяет вращать ее вокруг. Притом, значение 1 это 300 градусов. То есть если я поставлю скажем UFSET 0,2 я поверну ее на ну почти на 45 градусов. И видно, что от угла поворота очень сильно зависит то, под каким углом свет падает на объект, как у меня именно освещается фонарик, что там отражается в качестве фона. Ну потому что закат-то он с одной стороны, соответственно очень важно, где именно этот закат по отношению к нашему фонарику. Вот так можно сделать, например. Симпатично. Или с обратной стороны расположить закат. У меня есть острое желание сделать так, чтобы у меня подсветилась именно обратная сторона фонарика. Поэтому я продолжаю упорно крутить картинку, пытаясь поймать такой вот угол. Вот я его почти поймал, кстати. Опускаю вот так вот. Может быть еще чуть-чуть. Ой, это уже был с перебором. Что-то в духе вот этого. И, наверное, еще потемнее сделаю. Вот так пускай не стоит. Но это пока. Так, мы настроили с вами HDR-окружение. Вот на эти белые поля, друзья мои, не смотрите, они ничего не дают нам с вами, но вот здесь уже хорошо видно, что получается. Теперь займемся материалом самого фонарика. Нам для фонарика нужны, по сути, два материала. Я могу вот этот материал скопировать. С клавиши Shift я делаю копию раз, делаю копию два. Первый материал придется настраивать самому. Но это не сложно. По большому счету у простого физического материала вот две ключевых настройки. Базовый цвет и так называемая грубость. Я ставлю базовый цвет, почти черный. У нас же с вами там фонарик на изображении черный был. И повышаю грубость. При повышении грубости что происходит? Фонарик получается матовым. И вот я выделю весь фонарик целиком. Да, я помню про стекла, пока наплевать. И делаю вот таким черным матовым. Но и теперь он будет совершенно по-другому смотреться, если мы поглядим на тот же ActiveShade. Теперь он куда темнее получается. Что там со стеклом? Я возьму стекло назначу на него вот этот материал и я даже не буду напрягаться и делать стекло. Я открою список пресетов так называемых. Это готовые настройки материала. И скажу, сделай-ка мне стекло для толстых объектов. Ну, в смысле для объектов, имеющих толщину. Простой способ. Ну, или если мне больше хотелось понапрягаться, тогда, только я не тот материал изменил, извините. Вот это надо было менять, разумеется. Но, раз уж не судьба, да, я выбрал другой материал, поставил также глаз солид геометрии, и вот получилось стекло у нас. Но фактически оно получается за счет чего? Он нам базовый цвет поставил черным, зато поставил единичку на прозрачности. И сделал нам стекло чуть голубоватое. Что, кстати, я не хочу. Я сделаю стекло бесцветным. Вот таким. Так. Ну, что же. Уже симпатично. Вот оно стекло. Внутри фонарика должна быть лампочка. И это еще одна задача. Создать источник света. У нас есть фотометрический источник света. Например, так называемый Free Light. То есть обычная лампочка. Система говорит, было бы хорошо экспозицию, включить. Я говорю, нет, не надо. И так обойдемся без нее. И я ставлю светильник прямо внутрь моего фонаря. И вот светильник. Мы видим, что пока включен ActiveShade режим, Max пытается показать работу света. И свет чудовищно яркий. Да, разумеется, надо перенастроить лампочку. Настройки у нее простые. Есть понятие яркость. Измеряется в канделах. По умолчанию полторы тысячи канделов. Это очень много. Я сделаю 50 канделов. Вот. Как-то так. Плюс оттеночек. Давайте сделаем какой-нибудь такой потеплее. И откуда такие тени ужасные? Это все потому, что у светильника само тело, излучающее свет, воспринимается системой как точка. А должно как, ну, допустим, шарик. И получился гигантский шар только у нас, друзья. Надо сделать его меньше. Вот такой, допустим. Как видите, от размера этого шарика зависит форма теней на стенах. Вот так, например. По-моему, красиво. Что там с яркостью? Не надо ли сделать его поярче, потемнее? Ну, будем считать, что пока не надо. Дальше видно будет. Чуть-чуть послабее все-таки сделаем. Красиво. Стекло. Ой-ой-ой. Стекло, да, стекло, кстати, некрасиво. Почему? Потому что в оригинале стекло, во-первых, чуть-чуть желтее должно быть. То есть вот у нас стекло. Давайте я сделаю его чуть более желтеньким. А во-вторых, у него есть четко выраженные такие фракции. Прямо в этом стекле неровные элементы. И я что сделаю? Я правой кнопкой создам карту специальную General, которая называется Cellular. Ячейки. Что такое карта? Это черно-белые или цветные картинки, которые Макс либо сам создает, либо берет с диска. И вот эту карту он умеет создавать сам. Он делает вот такие вот ячейки указанного размера. Давайте я сделаю размер гигантский сейчас. Ну, там тысяча, это очень большие. Но стои здесь видно хорошо. Можно сделать чипс ломаные. Вот такие. И я их подключу как рельеф. То есть я скажу, что давай из них в материале рельеф построим. Только размер гигантский. То есть тысяча, это означает тысяча миллиметров в среднем такая ячейка. Ну, а с фонарик всего 15 миллиметров по высоте. Давайте сделаем, во-первых, их немножечко более сложные. Я поставлю галку фрактал. Видите, они такие получили сломанные. А во-вторых, размеры я сделаю маленькие. Я сделаю размер, ну, там, не знаю, соток. На картинке смотрится как мелкий шум, но поверьте, все будет хорошо. И эти ячейки будут выглядеть очень модно. Вот. То есть внутри фонаря, на рендере начинает проявляться какая-то такая... Ага. Не начинает проявляться. Извините. Забыл. Забыл, 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 забыл. Я же стекло хотел сделать матовым. А для этого мне нужно у стекла поднять параметр roughness. Матовость. О, другое дело. И еще можно усилить эффект рельефности бампа. Допустим, до двойки. То есть почти в 20 раз. Да не почти, а в 20. Вот теперь другое дело. Теперь стекло получается матовым, что хорошо видно. И на нем сейчас будут проявляться на рендере ячейки. вон они там. Ярковат свет. Надо сделать его послабее. А ячейки сделать помельче. Давайте сделаем выводы. Я возьму ячейки сделаю не 40, а 30 размер. Его источник свет и яркость я сделаю тоже по иронии судьбы не 40, а 30. Давайте 25. Ну и последнее. Кирпичная стена. Вот это будет посложнее. Я возьму материал новый. И вот это будет так называемый PBR материал с набором текстур. То есть я хочу загрузить правой кнопкой Maps General Bitmap. Это картинка с диска. И я возьму вот эти 4 картинки. Первая это карта базового цвета. Она применяется в качестве цвета. И подключается в слот Base Color базовый цвет. Вторая применяется в качестве Roughness. Но она здесь не вторая а четвертая идет. Roughness это матовость. То есть она подключается как карта матовости. Ну если уж так правильно шершавости, неровности, неродородности, блеска. Короче, благодаря ей система понимает как кирпич должен блестеть а как он не должен блестеть. Вот я вижу блестеть довольно сильно. Дальше. Карта следующая по счету. у нас нормали так называемые. Для них кстати есть секрет надо включать гамму с прямой интерпретацией единичка без так называемого с RGB диапазона. Это важно иначе сработает некорректно. Вот карта нормали. Напрямую подключить ее нельзя. В материал нужен так называемый транслятор нормаль бампа. Довольно мудреная штука тем не менее да. И вот он превращает скажем так расшифровывает информацию и превращает цвета в неровности. В бамп. А вот теперь видно как кирпич заблестел. И в общем-то уже чуть меньше силы блеска уже неплохо. Я могу назначить кирпич на стену и посмотреть на визуализацию. Мне это почти нравится но что-то не хватает. Не хватает на самом деле реальных выпуклостей. То есть сейчас у кирпича вот этот объем он условный он не настоящий. Он неплохой но можно лучших. Существует еще одно очень крутое явление. Правая кнопка Maps General Bitmap это карта истинного рельефа. Так называемый Displace. Он на самом деле делает кирпичи выпуклыми. То есть на визуализации кирпич приобретает физическую толщину и неровность. Подключается в Displacement. Кстати говоря вот это друзья называется PBR Material. То есть Physical Based Render Material. Довольно простая схема. вот эти картинки можно в диком количестве скачивать с кучи сайтов. Бесплатно. Осталось только у материала прямо в миллиметрах указать насколько сильно Displace должен из стены выдвигать кирпичи. Я поставлю 10 миллиметров. У V-Ray Corona более сложная допускается регулировка здесь довольно примитивная. Кстати я могу для вашего развлечения отключить остальные картинки. Я подключал все прочие карты чтобы вы могли посмотреть как будет выглядеть только Displace. Вот я все выключил оставил только Displace здесь мы не видим а вот на рендере на рендере Displace выглядит вот так. То есть он на самом деле сделал кирпичи трехмерными объемными и они даже вот здесь умудрились пробить насквозь стену. Извините не стену а подвесочку надо подвинуть чуть вперед будет сейчас на 10 миллиметров наш фонарик. Вот давайте перестанем издеваться над материалом вернем обратно все галки пускай опять работает. Здесь мы сейчас поступим хитро мы включим просмотр в одном окне. Вот видно что провалилось основание в стену хотя с виду вроде все нормально но там есть зазор. Ой забыл одну детальку бывает. Кстати а что это деталь у нас такая я ее вообще проигнорил она же вот здесь должна стоять чуть было не промахнулся бывает. светильничек тоже забыл ну когда торопишься всегда так получается и вот наблюдая в интерактиве сколько там нужно я ее выдвинул стены но и осталось нам только лишь запустить друзья финальную визуализацию давайте я сохраню свой проект потому что столько его делал ламп и запущу финальный рендер и вот финальный рендер у нас выглядит вот таким чудесным образцем камни как живые очень объемные красивые можно повернуть хдр картинку другим боком чтобы они допустим холодными стали у нас там картинки сейчас развернут так что она подсвечивает их теплым а там при другом повороте она давала холодный свет и тоже смотрелось очень реалистично ну и вот мы с вами получили презентационную визуализацию изделия фонарь уличный одна штука дорогие друзья быстро ну где-то слишком быстро чтобы вникнуть в детали но я надеюсь все-таки информацию вы сумели воспринять я постарался вам показать что такое современная 3d визуализация и как она с 3ds max без всяких дополнений позволяет решать множество интересных задач вот говоря о повороте хдр карты я вот взял и чуть-чуть сейчас попробую повернуть под угол как только я меняю угол поворота я сразу здесь вижу что изменилось допустим поверну ее вот так и она более холодным светом стала светить сделаю чуть поярче вот так а фонарик еще чуть-чуть послабее почти всегда выигрышное соотношение это свет холодный извне и теплый изнутри вот сейчас космически но возвращаясь к мысли уважаемые слушатели я уже буду заканчивать надеюсь я вас не очень витамил все что вы сейчас увидели вы сможете только намного лучше сами сделать после прохождения первой и второй частей курса 3ds max на первой части я вас научу как отлично моделить разного рода изделия куда более сложно чем этот фонарь фонарь это такой простой скажем пример который можно показать за 30 минут само собой мы будем делать более сложные вещи вот ну а во второй части курса я вас научу красиво визуализировать есть множество интересных примеров и они прекрасно раскрывают суть работы в 3ds max без всяких дополнений со временем я уверен те из вас кто захочет заниматься максимум будут изучать mvray корону то есть более крутые средства визуализации но даже в штатном своем варианте max уже выдает прекрасные вещи ну и с вашего позволения я закончу с нашей презентации друзья по прохождению двух частей курса 3ds 3ds max вы сможете делать свои модели делать 3ds сцены с множеством моделей то есть вы будете знать как скомпоновывать правильно как с ними работать вы будете уметь настраивать цвет материалы камеры и делать отличные красивые рендеры я вам предлагаю друзья обратить внимание на два наших курса это основа 3d моделирования и визуализация в 3ds max 16 ноября мы с вами будем начинать учебу учиться можно как в формате очном так и в онлайне так и смешанном так скажем варианте то приходить в класс то оставаться дома по мере что называется вашего желания также замечу что эти два курса они являются частью более сложных комплексных программ которые ведут вас еще дальше но это уже все вы можете узнать на нашем сайте и уточнить у наших менеджеров с вами же друзья мои я прощаюсь до 16 ноября но сначала отвечу на ваши вопросы раз и скину вам ссылку на сегодняшние материалы которые я вам показывал в рамках выступления для того чтобы вы могли повторить все это при желании возможно посмотрев видео повторно с нашего ютуб канала кстати говоря вот о формах обучения которые у нас проводятся есть обучение очное это основное есть обучение вебинар это когда вы учитесь онлайн есть обучение открытое это когда вы учитесь по записям но с живым преподавателем в режиме онлайн индивидуально очно за очно тоже представляет определенный интерес ну и наконец давайте поговорим о тех вопросах которые вполне возможно у вас ко мне сейчас имеются но только сначала я в чат скину ссылку на скачивание если вы друзья мои по не щелкните в любом интернет браузере у вас откроется возможность загрузить учебные материалы с сегодняшнего нашего мастер-класса ну а на этом уважаемые учащиеся я включаю ваши микрофоны ну а также разумеется если у вас есть желание вы можете прямо в чатике написать мне любую информацию любые вопросы если вопросов у вас нет то мне остается только попрощаться с вами пожелать вам всяческих успехов в творчестве в учебе в работе мое почтение дорогие друзья пожалуйста пожалуйста спасибо друзья рад что вам было интересно ну что же останавливаю запись и прощаюсь со всеми вами всего доброго всех благ до свидания до свидания